МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Гонор и память областной организации ветеранов военной разведки урушили стяхи у Знагороды. Экологичная сяродзе предприемства «Утилизатор» распынила свою деятельность увезцы Лопатина. Развитие спорта, на Гомельшине з'явятся новые футбольные поли. А зараз об этом и иншим больше подробно. За значный уклад в заховании безопасности сегодня в Гомельском городском военном комиссариате прошла церемония урушения стяга областной структуры белорусского объединения ветеранов военной разведки. Ее проводил наместник старшины громадского объединения Владимир Шуляк. И он подкреслил, что Гомельская организация третий год запор становится лепшей в республице по показчиках. Тому она и з'является первой в Беларуси сярод региональных структур, кто отримливает свой стяг. Знамя вообще это символ. Бойцы, идя под знаменем, совершали подвиги. Если была потеря знамени, значит, части этой не существовало. Десятки примеров в истории, когда один оставался с полка, знамя на себя наматывал, шел сотни километров, приносил знамя и за этого восстанавливал счастье. Под этим знаменем они имеют право ходить на все мероприятия. И это символ гордости нашего ветеранского образца. Под час мероприемства были вызначены стягоносцы, а кроме того, на урожайском сходе повеншовали юбиляры ветеранской организации и приняли у своей шероги новых членов. За разгонельская структура наличивает амаль 50 человек. Военные разведчики сегодня так само отримали юбилейные медали 75 годов перемоги в Великой Айчинной войне. У Знагорода вручается тем, кто унес уклад у героика патриотичное выхование грамадян, увековечивание памяти загинувших и организацию мероприемств, присвеченных 75-ю годзю перемоги. Вернемся до истории с участком компании «Утилизатор», який находится в Гомельском районе. Нагадаем же, хары везки Лопатина выказывали незадоволенность с уседством с предприемством. Его керавництво и районные улады, ясно на початку червеня, огучили решение. Вытворший участок перонесут у найкратейший термин. Гэты процесс пильно контролююцца. Подрабязнасти у наступным сюжете. Скарги вязковцев на дискомфорт, які выкликая дзейность предприемства, не могли застаться незауваженными. Органы улады оперативно адрагавали на их. Керавництво компаний пайшло на компромисс и загадзилось операннести участок вытворчасти. Посля шероху контрольных мероприемствов высветлилася. Народная незадоволенность небезгрунтовная. Предприятие нарушает инструкцию по обращению с отходами. Также нарушается складирование образовавшихся отходов и готовой продукции. За это уже на сегодняшний день привлечены как должностные лица самого предприятия на общую сумму 50 базовых величин. Кроме того, выявлено, что предприятие допущено нарушение экологической безопасности. И начат административный процесс. Так само Гомельский областный комитет природных ресурсов и Аховы Новокольного Ася Родзя инициировал пропанову откликать у предприемства экологичный сертификат. Пытания до утилізатора возникли и у областной санитарной службы после знакомства с нормативно-техничными документами. Санитарная служба увидела, что нормативные документы не отвечают действительности сегодняшней ситуации на этом предприятии. Напереды дни завод наведа у старшиня Гомельского облывыконка Магинаць Соловей. Керовник в области даў даручэнне расшыстіць утилізатор до 15 липеня. Икон шаткова вызнышыцца з новым местам размяшэння. Директор предприемства узял обовязацельства у найкаратейшы термін вызваліць тэрэторію. Зараз тут проходець разгрузачная работэ. Мэнэджмент кампании пераэрэнтавалі на узмоцненый збыт. Новая пляцовка утилізатора узгоднена і проходець регістрацію. Загэтага дня прадприемства утилізатор не мая права завозіць і выконываць перапрацовку адходаў. Навіну агучы левязковцам на сходзе калямясовай школы. На сустрэчыць прадставнікамі улады жыхары лапацяна пераканаліся. Их антарэсы улічыны ў першую чаргу. Конструктывны дайалог вырышыў ўсэры заходжыні. Новый вытворчыў ўчастак завода будзе працаваць з выконаннім ўсіх неабходных нормал. Микалай Скинціян, Ігор Марышенко, Телерадио Кампанія Гомель. Міністерство Аховы Здоров'я нагадала основныя правилы па профілактиці інфекційных захворванняў у тымліку кавід-19 летам. Паранейшаму важна заховаді гігіену рук і принцип соціального дистанціонавання. У місцах масавага знаходження людзей варта насіць маску. Рэкамендавана ўжываць достатковыю колькость ваткасті. Гародніну і Садавіну треба старанна мыць і не варта іх купляць ў місцах несанкціонованага гандлю. На пярыданні 60-х годзе адз нашу каліктыв Інстытута Гомель-Абылбуд-праект. За час плённой працы супрацовнікам організація удалося ўвасобіць ў жыцё незлічонаю колькась праектов. Дякуючы ім, на Гомешы не з'явіліся абекты, які прыкметна палепшылі жыцё мясцога насельніства. Павіл Міхно з подрабязнастями. Басейн ў Веццы, стадіон ў Петркаве, дамы ў районных центрах в області. Гэта далёка не ўвесь піралік аб'єктаў, які належыць праекціровщыкам Інстытута. Па час святочынага сходу, многі з их былі удастойны найвышэйші аценкі з боку керівніков установы, азначыны граматамі і падарункамі. Мерапрыямства, прысвечэнные юбілею Інстытута, праўалі ў родных стенах. Запрошаных гастей, окрамя дзеючых работніков, було немало і тых, хто калісті працаваў тут. Праеца проектировщика вельме откажут. Міновіта ад яго залежыць поспіх будучэга будавніцтва. Памылкі тут недаравальныя, тому працавнікі Інстытута завсёды уважліва ставяцца да заказаў і своёчасовы іх выконуюць. 60 гадоў – гэта не просто юбілей. Тут гэта знак шматгадовой добрый репутаціі. У нас сьогодні юбілей, пусть в таком необычном формате, он проходит без приглашэня, скажам, наших колег з других інстытутов, без приглашэня подрядчиков, заказчиков. Но мы обязаны были благодарить наших людзей, которые внесли весомый вклад в становление нашого інстытута, в развитие нашого інстытута. Ну і сьогодні молодёжь, которая приходит, она подхватила это знамя і прадалжаец ці традиція, які були заложэны рані. Пасля урочыстага меропрыємства справы ў інстытуці не завершаюцца. Навут ў тако і свята перад работніками організацій стоять сурьозна задача. Павел Міхно, Валерій Гапанько, Телерадыо кампанія Гоміль. Завтра Беларусь означаєцца Дзінь молодзі. Ва ўсіх гарадах країны пройдуць концертно-забавляльныя праграмы. Будуть працаваць інтерактивныя, спартывныя і гульнявыя пляцовкі, організаванная при патрымце БРСМ. На набережной Гоміль з 18 годин можна будзе ўбачыць фотовыставу, дефілея моделів і турнір по дрифт-трайкингу. А напереда дні ў обласным центры прайшлі районныя меропрыємства і прысвечэныя свято. Молодзі сімі гараджан маглі выбрать активны і пазнавальный вольны час по душі. У програмі концерты от творчих колективів, выставы выявленняшої творчості, аквагрым, а так само розне спортивне споборністы. Тим часом ми подікавляся у гараджан, якими я не бачать сучасную молодь. Подвижна, культурна, імеюча своє мнення і свої взгляди на життя. Я думаю, що современна молодіжь, як і та, молодіжь горит ідеями, принципами, ідеалами і готова строити і созидати. Увлечений стало більше, але молодіжь чтит традиції, займається спортом, займається разными видами активності. Я думаю, що в нашій молоді є все, щоб розвиватися. Гиперактивна і неінтересна. Сидять в телефонах і не знають, як прыгати в різинку. Вот реально, прийшла, вони не знають, вони сидять кожен день в телефоне. То есть вони не играють в игры. У нас були казаки-разбойники, да, ну все интересно. В прятки, не, даже правил не знають. Тому розказуєш, а им лучше в телефоне, там же все це є. Шахмати і то в телефоне. Ну то есть, раніше було інтересніє. Наше детство – супердетство. Вона, звісно, більш продвинутая, більш продвинутая. Але, мені кажучи, ми були якісь більш нежні, більш здержанні, більш воспітанні. Вони зараз свободні. Да, ми такими не були. Традиційно на періодні Дня Незалежності Білорусі Гомельський парк радує жахарових гостей города новим аттракційонам. Тут открылися поветранні гонки итальянської витворчості. Наш корреспондент Ганна Корольчук так само оціонила новинку. Створальники запевнюють катання на новому аттракційоні, подобно на полет на спортивному самолете с фігурами высшого пілотажу і гарантованными вострими відчуваннями. Одночасово поветранні гонки можуть принять 12 пілотів. Їх рост повинен быть не менш за 120 сантиметров. Уділ в урочистому відкриті аттракційону приняв начальник головного управління ідеологічній роботи культурі по справах молоді Абул Ваканкамо Діаніз Язерський. А першими пассажирами стали вихованці дитячих домов. Італьянський подрядчик вже став надзійним партнером для парка аттракційонів. Замежний поставщик добро вивучив усі стандарти і потребування білорусського боку, а якості їх техніки цінить вовсім світе. Подобні аттракційони єсть у Сінгапуру, Китаї і США. Іх одрозніва надзійність, яркий дизайн і простота в експлуатации і обслуговування. Це сотрудничество, оно помогає нашим посетителям получати удовольствие. Те нагрузки, які він дає своїм пользователям, приближаються к 3G. Це достатньо серйозна нагрузка. Висота подъєма модулей посадочних 6,5 метрів. Єдиновременно він може катати 12 чоловік. Після того, як діти переключилися на гульнову програму, аттракційон протестували і дорослі жахарі Гомеля. Ураження в усіх становча. Непередаваємі відчування, понравилось, страшно один раз. Кричали. Сістрі нещем було кричати, сказала. А мужчина як більш здержава, я відчуваю? Ну да, більш здержава, але після того, як сюрприз у нас закрився. Це один з таких достойних аттракційонів. Даже, можливо, і получше сюрпризу буде, що раніше у нас було. Як би, хороші, достойній аттракційонів. Так, спасибо. Ось захватываючі, дуже понравилось. Даже я, 15-летній, і мені було страшно. Поветрані гонки парк набув за власній сродці. Яні стали 21-м аттракційоном «Паліку». За сізон усі яні приймають каля полмільйона чоловік. Ганна Коральчук, Іхар Марышченко, телерадиокомпанія «Гомель». Телебачення «Активной молоді». Творчий проект «Там.ТБ» реалізують у Чачарськім центри творчості дзяті і молоді. На просторах інтернета шкільники розповіють про місцеві славутості. Падею у родному городі, а так само займаються творчістью мультфільмов. Здравствуйте, уважаємі участнікі і зрітіли. Ми раді приветствувати вас на нашій інтелектуальній игре «Інтелектін». Сегодня участнікі встретяться для того, щоб хорошо провести время і виясніть, яка із команд самая знаходчива, креативна і ерудірована. Ми приходили в школу, предлагали людям, кому це інтересно, прийти попробувати себе. Діти приходили, якщо було інтересно, якщо у них получалося, вони оставались. Якщо це було їм скучно, якщо у них це не зовсім, не зовсім, ми з ними так нежно, як би, розставалися. Практично усю роботу школьнікі виконують сами. На початковому етапі їх вучили, як поводити себе у кадри, писати сценарий, выбирати ракурс для здимки, монтувати знятий матеріал. Поступова творчая команда росла. Сьогодні у проєкці зайденішіно 15 чоловік. У кожного – свої обов'язки. Ніхто виконує роль у режісєра, інші – корреспондента Альбові Адучага. Порой ти даже дома, вне цієї системы учреждення, ти пітаєшся где-то текст, где-то подумати над темою какой-то. Где-то обсудитися всіма там в беседі, там, давайте так, нет, давайте вот так. Може тут заменим что-то. І я б сказала, робота всегда йдет. Юні журналісти розповідають об м'ясових славутостях, знакових падіях життя родного района і речних подвігах своїх земляков. І вони робять блоки новіно-утематичній випуски, а недавно зайняліся витворчістю мультфільмов. Участувати стали в таких проєктах, де можна було займатися анімациями анімаль штук-мошін. Немножко подняли, что такое стокмоушн. Первая наша работа была из пластилина и картона, где мы анимировали персонажей, чтобы рассказать этими персонажами о энергосбережении. Сейчас плотно мы очень сильно работаем совместно с художниками, что очень много есть проектов, которые… Мы без них, они без нас, как мы не справляемся. У нас такой тандем, нам нравится вместе работать. Проект «ТАМ-ТБ» – подтверждение того, что не завсёды для створения по-соправдному якосного продукту потребны серьезные финансовые сродки. Головное завсёды – энтузиазм и мета на кераванность. Камеру нам подарили в том году, да, профсоюз Гоменский профсоюз. А так мы снимали, как могли. У нас была большая-большая идея, не было ресурсов. Мы брали камеру у друзей, штатив у друзей. У нас просто большое, было большое желание что-то делать, расти и так далее. Познайомиться с видеопродукцией ближе можно у интернеті. На официальных сайтах «Райвы Конкама» установа дукация, так само в социальных сетках. Творчостью дельников проекта «ТАМ-ТБ», до речи, высоко оценила жюри на областных и республиканских конкурсах. Это мотивы юных журналистов не спиняться над осягнутым и рухаться наперед. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель» из Шачерска. Страдавние виды мастацтва оживаюць под рукой сучасных майстров. Гомельский мастак по устагодзе займаецца адраджыням разбяных традиций иконописов. За гэты час Владимир Кук-Лин стварыл некалькі сотня удравляных образов, кожная деталь яких высечена уручную за дравнины. Работы майстра отрымали блаславенне православной царквы и заховываются у приватных коллекциях на некальких континентах. Створший майстерни незвычайного иконописца – наступный сюжет. Яшек рыху и контур будущей картины уже на дравляном полотне. С гэтым материалом Владимир працует амаль по устагодзе. У мастацким свете он один из для многих, кто занялся адраджыням стародавних техник. Зрабил уже некалькі сотнях разбяных образов. При гэтым стварая их по всіх канонах и с захованием традиции разбяного иконопису. Фон выбираю сначала, обязательно, по планам делю. И так в каждой работе надо подходить. Я работаю по нему, не могу остановиться. Делаю по 16-12 часов работать. И такое наслаждение получаю. Спродвеку было принято створать иконы, минавито злиповой драуниной. Гэтым материал – один из самых податливых и мягких. Дозволяю выскабливать самые дробные анатомичные детали и фрагменты оденя. Тому, чем больше на иконе людей, тем да уже и она будет створаться. Так вот моя самая любимая работа. По сюжету, по характеру исполнения, по этим всем элементам она мне очень нравится. Она усложнённая, поэтому я её люблю. Дарыш и сама розьба – не галунный творший этап. После працы с тамесками уход иди в воск и иншие растворы для просовки поверхней удравнины. И тут так само есть свои секреты. Обработка тут специальная, да, по старинным рецептам. Секретов много, но я могу сказать ещё. Сначала, когда вырезал, и потом горячим клеем пропитываю, жидким, чтобы поднялась споры с этим, чтобы дежурно дышит. А вот с лаком майстер николи свои образы не покрывая. Кажется, этот раствор робить облички неживыми и меняя колер драунины, не улепший бок. Дарыши, окроме створения разбианных образов, Владимир займается и живописом. Среди его работ, как свои особливые абстракции, так и классичные натюрморты, портреты и пейзажи. Так само Владимир займается рестаурацией. Увуголь рука майстра распознавальная уже не только в Беларуси. Работы заховываются у приватных коллекциях по всей Европе и навод у США. На рахунку пять персональных выстав. Вольга Коновалова, Ганна Ковалева, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства «Теленовин». Пять новых футбольных полей з'явятся у Гомельской области в наступном году. Это продугледжено проектом «Стартовые 11». Стандартные полнопомерные поли за штучным покрытием з'явятся у Гомель на стадионе «Локомотив», у Светлогорску на стадионе «Паперник», у Калинковичах – уздюшар номер 2 и у Рэджицы на стадионе «Центральное». Футбольную поляну нестандартных померов обсталюют у Мазыры. Усягошь, в рамках проекта до середины наступного года в 10 городах краины з'явятся 11 полев. Как отзначили у Белорусской федерации футбола, дадена инициатива мая великое значение в контексте ближайших планов по развитию футбольной инфраструктуры Украины. Сегодня отбылся первый тур чемпионата Гомеля по пляжным волейболе, а с поборницей проходили на стадионе «Прамень». У делу первым с шести запланованных этапов городского першинства примали 17 пар спортсменов, 14 мужчинских и 3 жаночие. Для спортивного объекта ГТС-поборництвы дебютные шматслойная, подсыпка, дренажная система, осветление. Пешаные пляцовки, які отповедают усім потребованиям, з'явились на стадионе после масштабной реконструкции. Объекта вот такого у зровня Украины не шмата, докладней только два у молодежной и Мазыры. Якость у Гомельского пяску оценили профессионалы. Мне лично площадки хорошие, очень нравятся, очень все грамотно сделано в плане то, что все огорожено, очень много места, в принципе, все очень круто. Я бы сказал, одна из лучших площадок будет в республике. Здесь четыре площадки сейчас для игры, а всего здесь возможно становиться шесть площадок, то есть для проведения сборов, для проведения массовых соревнований. Услед за городским республиканские споборництвы. С 10 по 12 липня на стадионе Промень пройдет первый этап чемпионата Беларуси по пляжным волейболе. Так само лепшие пляжники краины сберутся у Гомеля, ка прозыграть кубок. Это и иншая новина. Информацию о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Усяго добрых а до встречи в эфире.